Итак, что мы имеем? А имеем мы Escort Redline EX версии International. Сейчас покажу. Вот она коробочка от него. И имеем мы этот приборчик с версией прошивки 1.1. Ну, серийник, понятно. Не скрываю, нечего скрывать. Итак, попытка обновления его без всяких танцев с бубном. Вот она, наша программка. Детектор подключен. Пытаемся обновиться. Вот так делаем. И вылазит ошибка. Теперь пытаемся эту ошибку исправить. Сейчас покажу как. Продолжаем. Периодически отвлекают меня. Ну, да ладно. Так, заходим. Настройки. Так, дальше, дальше, дальше. Панель управления. Так, дальше. Вот он язык и региональные стандарты. Забиваем сюда язык английский США. Одним пальцем делаю, поэтому сложно. Английский США. Так, дальше, 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 дальше. Языки клавиатуры. Так, изменить клавиатуру. Делаем английский. Так, и делаем. Так, языковая панель не трогаем. Так, все вроде как. Делаем окей. Так, так. Пробуем заново все это сделать. Так, заходим в наш детектор Tools Pro. Ожидаем. Сейчас пока выключу, чтобы время зря не тратить. И буду показывать дальше. И пошло обновление. Забыл сказать, чего я еще сделал. Я изменил страну после на Казахстан. Это сейчас покажу. То есть, стандарт все-таки американский. У меня получился по времени, по дате, по всей остальной этой фигне. Так, прошива обновлена. Он мне пишет. Ну, теперь смотрим. Сейчас я опять же вырублю телефон. А, блин, ну, я не знаю, где-то есть. Окей. Ага, все понятно. Так, теперь заново. Сейчас я его выключу, включу и покажу. Итак, что мы имеем? А имеем мы полностью обновленный прибор с версии 1.1 до версии 1.5. То есть, все прошло нормально. Сейчас покажу, что я еще тут поменял. Так, поехали заново. Повторение, мать его учения. Так, заходим в пуск. Заходим в панель управления. Дальше листаем вниз. У меня вот оно. Язык региональной стандарты. Здесь вот я поставил английский США. Предварительно я, естественно, поменял в клаве на английский поставил. Так, дальше чего я еще тут делал? Расположение я поставил в Казахстан, раз уж я живу здесь. Так, дальше. Языки клавиатуры, по-моему, нет. Сюда я не лазил. Ну, вот, собственно, и все. А, ну и пришлось мне еще перезагрузить комп. То есть, без перезагрузки компа это нифига у меня ничего не работало. То есть, просто даже, когда я заходил в Detector Tools Pro, у меня была проблема. То есть, сходу вылазила ошибка. Поэтому я бы советовал обязательно перезагружать комп. Ну, вот, собственно, и все прошло нормально. Попробую я заодно теперь поставить ему новую базу. Ну, и как бы вопрос решенный. Так, сейчас оно загрузится. Покажу, что я пытаюсь базу загрузить. Ну, и все. Самое главное, прошивка поменялась. Сейчас таким же образом я попробую обновить мой паспорт Макс. Посмотрим в Максе, что у меня. И попробуем его также обновить. Так, сейчас базу покажу. Продолжаем. Попытка обновить базу. База за 1 июля 2018 год. Ну, вот, как-то так. Теперь на этой прошивке мне его нужно проверить на короткоимпульсные радары. С которыми была проблема у этой версии International. Именно у International. У второй версии, которая у меня, которая адаптированная, проблем таких нет. Ну, вот, как-то так. Вот такая краткая инструкция. На этом, пожалуй, все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...